Уважаемые коллеги, я хочу обратиться в первую очередь к бельчанам, жителям города. Мы обращаемся именно к вам в связи с теми событиями, которые происходили здесь в предваногодние дни. То, что мы видели, является не просто атакой на наш город, это беспрецедентная атака на принципы местной автономии. Намереваясь подчинить себе бельцы, правящая в Молдове демпартия посредством своих правительственных чиновников, используя все методы типичной рейдерской атаки, только теперь их уже не интересуют банки и страховые компании, а второй по значению город Молдовы. Очевидно, что в своем преступном порыве центральные власти рассматривают бельчан как не людей, а как статистический материал. Они в прямом смысле решили взять бельцы штурмом, организовав нашему городу блокаду. Им даже не хватило фантазии и сообразительности. Все мы стали свидетелями, как правительство пыталось выдать за спасателей тех самых мусорных террористов, по вине которых бельцы начали утопать в мусоре. Вместо того, чтобы призвать их в вполне заслуженной ответственности, в том числе и уголовной, власти решили еще и поддержать их материально за счет налогоплотивщиков всей страны. Всем все понятно. Демпартия выдвинула бельцам ультиматум в надежде вернуться к эпохе разграбления города. Правящую партию не может радовать ситуация, при которой наш город, напереком всем чинимым кишиневским властям, припоном, не только расправился с преступными коррупционными схемами в городском хозяйстве, но и начал развиваться, строить тротуары, дороги, детские площадки, уделять огромное внимание детскому спорту, профессиональному спорту. Всего за два года бельцы добились наилучшего международного, признанного результатом по стране, по транспортерности принятия решений городскими властями. Разве может такой результат радовать центральной власти, постоянно обвиняемым как в Молдове, так и за рубежом, в потворстве коррупции? Ответ на поверхности, конечно же, нет. Особенно обращает на себя внимание тот факт, что деятельностью примара Бельс Рената Усатова высказывают недовольство не избравшие его на выборах горожане, а чиновники, представители правящей партии, а также депутаты президентской партии. Это лишнее доказательство организованного заговора власти против поистине народного мэра, вставшего на защиту интересов горожан и добившихся первых ощутимых результатов в борьбе с коррупцией в нашем городе. Мощнейшая, лживая, пропагандистская кампания, развернутая провластными медиахолдингами против Рената Усатова, является, скорее всего, проявлением бессилия и отчаянности властей, не способных услышать, увидеть реальную ситуацию в городе. В отличие от них всех, эту ситуацию знают бельчане. Что бы ни говорили на провластных телеканалах, каждый житель города прекрасно помнит, кому он платил с 2012 года за вывоз мусора. Всем также известно, как эти мусорные террористы попали в Бельси при помощи коммунистов, которые позже, в 2015 году, перекрасились демократов. Данные о правительственных и парламентских выгодополучателях мусорной концессии настолько очевидны, что не нуждаются в каких-то дополнениях. И все же не лишним будет вкратце напомнить эту историю ограбления Бельси. До 2012 года мусор вывозило муниципальное предприятие спецавтохозяйства, которое возглавлял сегодняшний демократ Токтавян Маху. Горожанам попытались запудрить мозги обещаниями строительства сортировочного завода на полигоне и запретом на повышение тарифа. Но тариф, как вы помните, повысили втрое сразу после передачи услуги. От строительства завода отказались или забыли. Все прекрасно помнят, как протестовали тогда против этого представители партии социалистов. И потому особенно печально наблюдать, как те же люди выступают сегодня единым фронтом с этой мафией. Печально, но неудивительно. И социалисты, и мусорные мошенники подчиняются одному и тому же хозяину, Владимиру Плохотнику. Именно он, руками бывших бельских коммунистов, осуществляет атаку за атакой на северную столицу. У них ничего не получилось год назад, когда они попробовали спровоцировать кризис водоснабжения. И теперь, через год, они предприняли новую, еще более циничную, продуманную и подлую попытку. За две недели до праздников, консессионер не просто перестал вывозить мусор. Будь так, с этим город бы легко справился. Но и забрал контейнеры. Причем далеко не только свои. А, например, те, которые в рамках тарифа все последние годы выкупали домовладейцы из ассоциаций. А также те, что были получены консенсионерам в результате мошеннической схемы от муниципального предприятия ЖКХ при прежней власти. Напомню, что эти контейнеры сначала купили у мусорной компании, а потом их же и отдали. Все на виду. Они даже не пытаются что-то скрыть. Нагло и бесцеременно атакуют город. Словно возвращая свою собственность. То, как, для чего спровоцировал в Бельцах предвозгодний кризис, сейчас абсолютно ясно. Мы столкнулись с попыткой грабительского реванша. В 2015 году бельчане с позором выгнали жуликов и воров. Но они вернулись, обживаясь всемогущим, каким кажется, политическим покровителем. И надо признать, что действительно в этой борьбе наши силы не равны. За ними куплены и подконтрольные суды, прокуроры, полиция, чиновники. И целая пропагандистская машина из десятка республиканских телеканалов и медиаресурсов. Но все это не отменяет одного простого факта. Бельчане их знают как облупленных и больше никогда не хотят видеть в своем городе. А потому мы, представители горожан, избранные в ходе демократической местных выборов, готовы включиться в борьбу с открытым забралом. Как мы, так и наш народный мэр не боимся демократических процедур. Именно поэтому, принимая во внимание настойчивость центральных властей, выбравшись себе в качестве говорунов, откровенных саботажников в городском хозяйстве, мы считаем необходимым предоставить им право отстоять свою точку зрения именно в рамках самой демократической процедуры в ходе референдума. А вот и мне доверие примару Бельц Ренату Усатому. Уверен, что это станет серьезным испытанием не только для примара Рената Усатого, но и для представителей центральной власти, которой мы представляем уникальный шанс доказать свою правоту в рамках честного демократического состязания, а не в ходе подковерных и пропагандистских акций. И пусть победит сильнейший. И от себя я скажу, значит, уважаемые коллеги, я прошу вас поддержать нашу инициативу, инициативу примара. Я знаю, что вам пришлось каждому пережить за эти четыре дня. Я знаю, кто к вам приезжал, я знаю, как вас запугивали, но я вас проголошу от сердца. Вы голосуйте не для себя, вы голосуйте для горожан. От сердца проголосуйте и помните, что то, что они вам обещают, они этого не выполняют. Эти запугивания, которые они вас запугивают последние три дня, для них они могут работать, но для вас они не работают. Вы знаете, что люди, те, которые вам это предлагают и что-то запугивают, это не люди. Они уже сравняли, знаете, я не знаю, как на улице говорят, с плинтусом. Поэтому голосуйте от своего сердца.